Всем привет, ребята из Германии! Я сейчас нахожусь в университете Мюнхена, который называется LMU München, на словистике в первом семестре магистратуры. И у меня сейчас сессия. Мне хотелось бы поделиться с вами тем, как это всё проходит, какие у нас экзамены, какие предметы я сдаю на словистике. Какие же предметы у нас как экзамены сейчас на первой сессии на магистратуре на словистике? Давайте, наверное, начнём лучше с того, что такое словистика. Если вы не знаете, то словистика — это славянские языки, славянская филология. То есть мы занимаемся литературой и языком славянских стран, со славянскими языками, которые произошли от старославянского. То есть это польский, словацкий, чешский, хорватский, болгарский, русский, украинский, белорусский, польский. Я сказала уже, да? И, в общем, вот этой категории языки. Конкретно я уже засчитала в бакалавре себе украинский и русский, потому что я их учила в Украине, и это мои два родные языка. И также сейчас, то есть у нас обязательное изучение какого-то славянского языка, и я взяла себе польский, и поэтому у меня экзамен по польскому. Что другое ещё, но то, что мы делимся на лингвистов и на литераторов, такое у нас было на четвёртом курсе в университете в Украине, и поэтому здесь делают так же самое на магистратуре. То есть тебе надо выбрать, ты будешь учить или язык, или литературу. Я решила продолжить язык, поэтому как экзамен я сдаю предмет, который называется юмор и ирония в языке. Следующий предмет у меня это польский, я уже сказала, и ещё один предмет это актуальные теории в лингвистике. Это связано с когнитивной и социальной лингвистикой, это вот эта сфера. Если вы знаете, кто такой чомский, ноам чомский, то тогда вы, наверное, понимаете, о чём я. И ещё один предмет, который я сдаю, который был для меня необязательным. Если вы читали в моём блоге, что я хожу на курсы при университете, бесплатные курсы иностранного языка, я хожу на английский. И я должна была сдавать тест по английскому, если я хочу учить английский дальше. Для того, чтобы перейти на следующий уровень, там я писала тоже экзамен. Уже я получила сегодня первый зачёт по специальности, которая называется перевод Dependence Structure из русского в немецкий. Или из немецкого в русский, но мы делали и то, и другое. Следующий мой зачёт будет по морфологии на примере славянских языков. Я его получу только тогда, когда я напишу Hausarbeit. Когда мы её сдадим, то я получу тоже там зачёт. По какому предмету ещё зачёт я буду получать, мне кажется, это даже и всё. На этом как бы и заканчивается список моих специальностей, которые я учила в этом семестре. Если у вас есть какие-то вопросы по поводу поступления, учёбы в университете, жизни в Германии или в Мюнхене, задавайте мне здесь или в блоге ВКонтакте, или в Инстаграме. Оставайтесь со мной и увидимся в следующем видео.